доброго времени суток youtube уважаемые наши контрагенты видео это прежде всего для вас не для психологов как обычно я говорю а для контрагентов юридических лиц разных областей деятельности сейчас на ваших экранах вы видите собственно те отрасли деятельности сферы применения где мы реально на данный момент на протяжении более 19 лет с 2001 года оказываем свои услуги по психологической диагностики лиц опасных профессий соответственно вот вы сейчас их можете прочитать мы видим здесь вами на первом месте у нас стоит понятно чернобыльская катастрофа атомные станции атомные предприятия по нашим подсчетам их более 800 835 таких предприятий по россии которые в той или иной степени задействованы связаны с и и источниками ионизирующего излучения это могут быть не только эксплуатанты этих самых источников но и транспортные компании которые этим занимаются транспортируют это это могут быть нефтегазовые предприятия которые тоже используют определенные приборы при осуществлении своих буровых работ но вот здесь собственно эти предприятия отрасли так скажем они изложены это атомная отрасль этот документ мои сотрудницы сформировали исходя из требований ростехнадзора где приведены перечни и списки тех предприятий которых ростехнадзор контролирует и как я уже сказал это атомная отрасль нефтегазовые предприятия авиационное предприятие то есть это транспортирование опасных грузов авиационным путем образом промышленные предприятия среднего машиностроения есть и такие все предприятия надо сказать что буквально со всеми отраслями мы повторюсь в своей лаборатории сталкивались это наркопсихиатрические диспансеры продаем мы им как методики программные средства прежде всего лечебно-оздоровительные центры тоже у нас в основном будут по ним продажи методик качественных автоматизированных компьютерных методик бланковых методик и так далее железнодорожные предприятия то есть это прежде всего транспортные предприятия перевозящие опасные грузы то есть цистерны канистры которые содержат ионизирующие источники излучения опять же обобщенно не только железнодорожные но и вообще транспортные имеется виду автотранспортные и и так далее сталкивались мы в своей практике с банковской деятельностью финансовой организации действительно проверка лиц на благонадежность не какие-то там хитрые аппаратные устройства типа там полиграфы и так далее а именно на адекватность эмоционального социального реагирования то есть мы не делаем заключений вор человек в душе или не вор и таблет собачий а именно оцениваем так называемая пвк профессионально важные качества уровень внимания уровень памяти качество внимания уровень мышления мыслительных операций какие-то психофизиологические особенности как то темперамент характер личность личностные индивидуальные особенности пвк профессионально важное качество личности спортивные организации были у немного но были когда нам заказывали определенную оценку в подготовке спорте спортсменов разных направлений были у нас значит хоккейные команды значит лыжные команды были волейбольные команды были значит бегуны у нас были предстартовую готовность мы оценивали с помощью простой зрительно-моторной реакции сложной зрительно-моторной реакции реакции на двигающийся объект были у нас спортсмены охранные организации тут понятно это обращение с взрывчатыми веществами оружием прежде всего и так далее образовательные учреждения то есть это средние и высшие учебные учреждения были у нас контакты с образовательными школами образовательными центрами методическими куда мы поставляли свои программные средства и предлагаем свои методики кроме того это кадровое понятно так называемая ай чары да то есть кадровое агентство рекрутинговое агентство тоже людям надо работать тоже надо как-то оценивать проводить тестирование и мы в кадровые рекрутинговые агентства свои методики тоже поставляли это тоже были в основном продажи условно можно разделить как предприятие которым нужны услуги допустим транспортная атомные и так далее и некоторым нужны методическое обеспечение тут каждую можно дифференцировать то есть если человеку надо организации требуется получение лицензии ростехнадзора пожалуйста обращайтесь к нам эту не лицензию как таковую один из необходимейших документов в полном пакете документов на руководителя директора главного инженера начальников цехов отделов рабочий персонал и тр мы это все оформляем согласно 30 приказу 34 с и оформляем соответствующую справку по форме этого самого приказа ну вот собственно и все это те области в которых мы работаем на этом все благодарю за внимание и удачи вам